МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мероприятие такого масштаба – новинка для областного центра. Впервые у нас в городе Ульяновске, вот именно на этот день, день вывода войск из Афганистана, прошел БТР, и было вот такое шествие. Батальон памяти, оркестр, соответственно, ну и были, соответственно, все участники афганских событий. Вот это событие, это было впервые. И я думаю, оно всем понравилось, и вы видели, что батальон памяти нашла молодежь. Молодежь, которым вот сейчас не безразлично тем мероприятиям, которые мы проводим. Региональные и городские политики, чиновники, граждане шли бок о бок, совершенно не делая различий. Общим строем, чтобы отдать дань памяти павшим и почтить живых. Конечно, мы сегодня скорбим по тем, кто не вернулся. Это как День Победы, и праздник, но в то же время грустный. И, конечно, стоит отметить, что сегодня отношение к этому событию меняется, к этой войне меняется, и мы ее воспринимаем как первую войну нашего государства терроризмом. И благодарим всех, кто в этом участвовал, защищал наше Отечество. Сегодня матерям погибших помогают волонтеры, созданные общественные организации, сами ветераны стараются рассказать миру о подвигах советских солдат на чужбине. Да и сами они считают, что еще могут послужить обществу, помочь в воспитании подрастающего поколения. Сегодня 15 февраля, юбилейная дата, 30 лет, как наши ребята вышли из Афганистана. То есть такая дата, ну, как бы в душе, наверное, юбилею каждого. То есть тогда они уходили по 18, сейчас уже сам молодому около 52 лет. То есть тем самым мы подчеркиваем значимость наших ветеранских организаций и ветеранов боевых действий в Афганистане. После них был Северный Кавказ, сейчас Сирия. То есть везде наше общество насыщено ветераном боевых действий. Ну, еще от себя поздравляю всех ветеранов боевых действий с этой юбилейной датой. В коллективном сознании локальные войны связаны воедино. Поэтому цветы, собравшиеся, несли не только к памятнику погибшим в Афганистане, но и Чечне. Праздник пустит слезами на глазах, но праздник объединил, напомнил, что мы единый народ, который помнит свою историю. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.